МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Персональный акцент. Политический кризис в Молдове вошел в решающую стадию. Демократы заявили о том, что уходят из власти через отставку правительства. А что дальше? Об этом поговорим с нашим гостем, председателем парламентской фракции партии социалистов Владом Батренчев. Здравствуйте! Добрый вечер! Влад, прежде всего хочу поздравить с этим днем, с этой победой, считая важнейшим достижением этого дня то, что мирное разрешение конфликта состоялось. То, о чем говорил и глава государства, о том, что когда говорил о возможных сценариях развития событий, конечно же, главным сценарием, желательным сценарием было то, что разрешение политического кризиса должно пройти мирным путем. На сегодняшний день можно говорить, наверное, об этом сценарии. Поздравляю вас, вашу фракцию, партию социалистов с этой победой. Спасибо большое, Станислав. Ну, конечно, это лишь промежуточная победа, потому что мы должны понимать, что еще предстоит очень большая работа по демонтажу режима Плохотнюка. Ну, а поздравлять, я думаю, что нужно, прежде всего, граждан Республики Молдовы, потому что существовал мощнейший запрос именно от простых граждан на то, чтобы партия социалистов предприняла усилия по изменению ситуации именно с блоком АКУМ. Да, было очень непросто, но тем не менее, знаете, что называется, вот есть в молдавском языке, НЧАС учил дело до Испризичеля, да, в 12-й час. Это произошло и у нас, вот, все-таки сумели договориться и начали работать довольно оперативно, эффективно. Вот, и, конечно, хотелось бы поблагодарить, прежде всего, граждан, то, что, во-первых, мощнейший общественный запрос был, во-вторых, мощнейшая общественная поддержка вот наших первых шагов вот в этом большинстве с блоком АКУМ, она наверняка определила и поддержку и дипломатов, и поддержку наших международных партнеров, потому что они, безусловно, делали замеры, мониторили в том числе даже социальные сети, общественное мнение, и, конечно, это во многом определило и вот сегодняшнее решение демократической партии, потому что они понимали, что дальнейшие шаги или что усугубили их положение, и они понимали, что есть мощнейшая поддержка общества. И поэтому гражданам нашей страны хочется сказать большое спасибо и поздравить вот с этой промежуточной пока победой. Но при этом хотелось бы относиться к этой ситуации с таким осторожным оптимизмом, потому что мы должны понимать, что, во-первых, сегодня демократы еще сохранили целый ряд важных позиций, сохранили систему и, прежде всего, сохранили контроль над Конституционным судом. Если проанализировать их заявление, то они сказали, что да, они правительство подают в отставку, но при этом в любом случае они несколько раз отметили, что социалисты с блоком АКУМ находятся вне Конституционного поля, вне правового поля. Это говорит о том, что будут еще какие-то определенные их торги с международными партнерами, будут искать определенные гарантии лично для Плохотнюка. И это говорит о том, что система еще будет сопротивляться, то есть фактически демократы защитили себя своего лидера, фактически убрав его с поля зрения, то есть все, да, якобы они отдали власть. Но при этом будет сопротивляться система, Конституционный суд, и предстоит большая работа по давлению на эту систему, по давлению на тех чиновников, в первую очередь, Конституционного суда судей, на судебную систему, на систему прокуратуры и так далее. То есть на самом деле работа предстоит еще очень большая. Вот буквально за несколько минут до начала эфира я говорил, что наверняка вам, нашим телезрителям, знакома фраза о том, которая звучит примерно так, «Не дай Бог жить в эпоху перемен». Ну вот я по-своему ее продолжил, но вот в эпоху таких перемен как раз и хочется жить. Вот такой вопрос. Все произошло так, как вы предполагали, или все-таки были, в общем-то, не сбрасывались со счетов, возможно, другие сценарии развития событий? Да, что мы могли вот так толком предполагать, пойдя вот на то голосование без света в зале парламента, находясь в условиях, когда дипломатов элементарно того же посла Европейского союза, господина Михалка, не пускали в здание парламента охрана, когда мы не могли включить микрофон элементарно, когда в парламенте были закрыты кабинеты и когда мы ждали с минуты на минуту маски шоу, потому что уже существовало организованное в Генеральной прокуратуре 60 оперативных групп, когда были выписаны мандаты на задержание депутатов и когда поступали ежеминутные угрозы. Поэтому я не могу сказать, что у нас существовал вот какой-то четко обусловленный план, потому что мы работали, делая шаг за шагом, исходили из той ситуации, которая была. И поэтому мы каждый раз, каждый раз, каждый день ожидали какой-то реакции режима и готовились к разного рода ситуациям. Но вот сегодня у нас, конечно, уже есть определенная траектория после безусловного признания всеми цивилизованными странами нового парламентского большинства Российской Федерации, Европейский Союз, Соединенные Штаты. То есть все важнейшие мировые игроки сошлись в одной точке в Молдове. Это, наверное, не знаю, но это легчайший случай, когда совпала позиция мировых держав в отношении того, что режим Плохотнюка в Молдове надо демонтировать. И, конечно, когда мы уже увидели, что это есть серьезная международная поддержка, мы уже немножечко вздохнули с облегчением, потому что мы понимали, что у Владимира Плохотняка работало очень мощное лобби, и сейчас, кстати, Кандул по-прежнему находится в Соединенных Штатах Америки. Мы понимали, что шла работа с европейской дипломатией, в том числе и вот эти последние прощальные подарки правительства Филиппа в виде республиканского стадиона, переданного под американское посольство, либо перенос молдавского посольства в Израиль в Иерусалин. То есть даже вот эта их «Лебединая песня» они пытались каким-то образом купить... Да, но сколько скандала вызвало последнее решение, смотрите, мега арабских стран и само правительство в Израиле сомневается. Ну, демократы привыкли просто работать в атмосфере тотального контроля. Они всегда были абсолютно самоуверены в себе, контролируя абсолютно всю репрессивную систему, судебную систему, контролируя все органы власти в Молдове, имея определенные установленные контакты с дипломатами, занимаясь откровенным лоббизмом. И поэтому для них, тогда, когда мы их вывели вот за рамки привычного им поля, когда создалось парламентское большинство, в которое они не верили до последнего момента, они почему-то думали, что решение консонного суда, филиала демократической партии, кстати, что оно все, оно ставит точку на всем, да. И поэтому они не ожидали, что ситуация пойдет именно в таком русле и начали делать уже ошибку за ошибкой. Потому что вот в этих условиях мне очень понравился ответ израильской стороны, когда официальный Израиль просто ответил, что в сложившейся политической ситуации в Молдове они не уверены, что декларируемый премьер-министр Филипп декларируемый может принимать подобные решения с правительством. И их работа стала грубой, то есть не привыкли работать грубо, жестко, но мировая дипломатия в данном случае уже консолидировалась, и это все не возымело действия. Поэтому благодаря мощнейшей поддержке международного сообщества мы сумели продолжить деятельность парламента, абсолютно легитимного парламента, я бы хотел буквально два слова. Решение консолного суда, оно не только абсолютно неправильно юридически, потому что узурпирует полномочия парламента, и не только потому что это филиал Демпартии, где откровенные члены, активисты Демократической партии сегодня просто надели мантии и отстаивают через высшую судебную инстанцию в стране, они просто проводят откровенно политику решения в интересах Демпартии и решения против оппонентов Демпартии. Но я бы хотел отметить два момента для понимания наших телезрителей. Во-первых, что три месяца не истекло 8-7 июня, так как они утверждали. И второе, их оперативно-истеричная реакция на действия парламента, то есть мы только голосовали какой-то законопроект, какое-то решение парламента, оно еще даже не появилось на сайте парламента, в печатном ком-то виде, они его уже аннулировали в режиме лай, в режиме онлайн. То есть ты говорила о некой истеричности этого вопроса. И поэтому следующий наш шаг, это безусловно оказание давления на судей консонного суда с тем, чтобы они пересмотрели свое решение, у них есть такие полномочия, ревизии, либо если мы увидим, что консонный суд продолжает узурпировать власть в стране, тогда, когда есть легитимный парламент, признанный всем миром, в таком случае мы будем предлагать отзыв судей парламентом и правительством, потому что два судей делегированы парламентом, два судей делегированы правительством, так как парламент принял решение о захваченном характере консонного суда, признав, что он узурпирует власть в стране, В этих условиях мы вынесем вотом недоверие, судим конституционного суда от парламента и будем предлагать то же самое сделать правительству Майсанду. В любом случае давление на конституционный суд будет нарастать, потому что все прекрасно понимают, и сегодняшнее заявление Демократической партии лишь только подчеркивает это, что эта судебная инстанция в данном случае несет прямую ответственность и виновна непосредственно в этом так называемом кризисе конституционным. И непосредственно несет ответственность за политическую ситуацию, когда существовал и существует легитимный парламент, избранный людьми, они просто грубейшим образом этот парламент пытались распустить. И здесь я хочу сказать, что даже с точки зрения конституционалистов и международных, и вот сейчас соответствующий оценку, да, с Венецианской комиссией, да, конституционный суд это верхушка иерархии, она должна защищать конституцию. Но конституция провозглашает, что суверенитет народа, а парламент это орган, посредством которым народ реализует свой иммунитет, поэтому парламент это народ, который создал конституцию. И в первичном данном случае именно народ, суверенитет, парламент, а конституционный суд в данном случае, он лишь должен защищать конституционный режим. То, что сделал наш конституционный суд, это абсолютное нарушение всех этих норм. Да. Ну, вот кто-то из моих коллег отметил, что конституционный суд в эти дни выдал столько решений, сколько, наверное, за полгода не выдавал. Они сами себя скомпрометировали. Да, этим самым как бы выдали себя. Такой вопрос, что или кто сыграл главную ключевую роль в том, что произошло в пятницу 14 июня 2019 года? Ну, во-первых, ключевую роль здесь можно отвести к конституционному суду, потому что их решение абсолютно скандальное. Тогда, когда мы все ожидали, что в ответ на запрос президента прозвучит дата 9 или 21 число, и звучало все больше сигналов, что будет 21 число, если вы помните, они не отвечали на запрос президента. И 7 числа, июня, они отклоняют запрос президента и удовлетворяют запрос Сырбу о том, что 7 числа, то есть сегодня, мы, судя конституционного суда, решаем, что последний день. Что сегодня же и последний день. Это невозможно объяснить, и в данном случае невозможно каким-то образом говорить об авторитете этих судей. Если вы, исходя из ваших соображений, что вы интерпретировали, что 3 месяца это обязательно 90 дней, а не 91-92, то есть они еще и изменили некоторые критерии хронологии, то хорошо, объявите это в разумные сроки. Уже несколько недель у вас находился запрос президента, и скажите, что мы считаем, что 7 число, скажите об этом 1, 2, 3 числа. Но верх издевательства в данном случае был, что они 7 числа говорят, что 7 все, 8 вешаете замок на парламент. Таким образом они продемонстрировали свою полнейшую политическую подчиненность. Когда мы это увидели, мы с коллегами обсудили ситуацию и связались с блоком АКОМ, который тоже у нас выходил активно в последний момент на связь. И они тоже, у нас с АКОМ были разные переговорные ситуации, нам казалось, что они нас не слышат, им казалось, что у них позиция исключительно правильная. Как бы то ни было, мы пришли в итоге к тому, что мы, социалисты, предлагали долгий период времени. Спикер социалистов, премьер-министр АКОМ. Но в тот вечер, конечно, особенно запомнилось, когда мы отправились с коллегой Ионом Чебан, Курнелию Фуркулица. Мы отправились в парламент на встречу с АКОМом, а парламент был, оказывается, заминирован. Я помню, нас даже вызвали съемочные группы. Почему-то это произошло именно тогда, когда фракция партии социалистов. И полчаса мы не могли попасть в парламент, и мы просто с полицией занимались славоблодием, потому что мы им объяснили, что мы зайдем под нашу ответственность. Ваша ответственность требуется, мы вас не просим сохранять, обеспечивать что-то и так далее. Под нашу ответственность мы хотим зайти. Через полчаса нам получилось зайти все же таки, и мы уже начали переговоры, договорились на спикера социалиста, на премьер-министра Майо Санду. И на второй день мы пришли в парламент и в темноте, так как нам просто не хотели элементарно включить свет депутатам парламента. Даже с их точки зрения, в любом случае мандаты депутатов действительно до учреждения нового парламента. Это конституционная норма, это законная норма. Мы имели полное право работать. Более того, даже если бы парламент был нефункциональным, депутаты имеют право собраться и принять решение, постановление парламента. А в так называемом решении конституционного суда сказано, что мы даже решение не можем принимать. И любой акт в Афии и Мездик-Атрегувен, то есть любой документ, который мы примем, если декларат нул, то есть он не будет иметь никакой юридической силы. Подождите, вы что? Мы имеем право, парламент имеет право вновь учрежденного парламента принимать решение, постановление и так далее. И вот мы пришли, 61 депутат при компетенциях, при полномочиях, и нам мы отказались даже включить в зале свет. Тем не менее, мы очень благодарны, что в этой ситуации рядом с нами находились послы, которые приняли на себя определенную все же таки ответственность. Это посол Российской Федерации, господин Воснецов, посол Европейского Союза, господин Михалко, это представитель, господин Мартин, заместитель руководителя миссии США в Молдове. Потом присоединились еще ряд послов европейской государства и в итоге мы провели первый день, провели второй день и уже начали работу парламента. Многие задаются вопросом. Мы вынуждены были, я прошу прощения, мы вынуждены были, утвердив правительство, 61 депутат, компетентное парламентское большинство, мы вынуждены были. Рядом с нами целый день находился президент Республики Молдовы, мы очень благодарны, потому что и его присутствие в зале парламента тоже, я думаю, что остановило натиск прокуроров, опергрупп и так далее, потому что они сидели все на готове. И так как президент находился целый день с нами в парламенте, в конечном итоге мы приняли решение и новое правительство приняло присягу тоже в зале парламента с приглушенным светом. Вот в таких условиях мы работали. Вот наблюдая за тем, как проходила работа парламента, особенно в первые дни, когда света не было, потом следующее заседание помнится, микрофоны не работали. Но вот глядя на то, как оно происходило, это заседание, в общем-то складывается мнение, что собрание единомышленников, то есть крайне быстро, крайне мало было потрачено время на принятие очень правильных и очень сильных решений. Допустим, сформирована комиссия по расследованию кража миллиарда, был принят целый ряд других решений на парламентской площадке, было достаточно очень быстро и оперативно сформировано правительство. Двигало что? Идея? По-настоящему были заражены идеи вот этой деолигеризации республики Молдова? Или, в общем-то, может быть, кто-то решил, ну, с коллег почувствовал, наверное, все-таки возможность приобщиться к власти? Я хочу сказать, Станислав, это трудно передать, вот ту энергетику, те эмоции. Вот, наверное, вот этот кризис, он нас очень здорово сплотил. Хотя абсолютно разные депутаты, разных представлений о процессе, с разными, наверняка, ценностными какими-то шкалами, с разными целевыми установками и так далее. Но хочу сказать, вот те, в особенности первые два дня, они были характерны вот такой мощной, хорошей, доброй, позитивной энергетикой. То есть мы, в принципе, забыли о каких-то вещах, которые нас разделяли буквально пару дней назад. Да, и вот все решения, которые принимались абсолютно быстро, оперативно, единогласно, в таком хорошем темпе и так далее. И при этом хочу сказать, хотя я абсолютно уверен, что были попытки выдернуть каких-то отдельных депутатов, были попытки давления, шантажа, получали смс, находили... Ну, это я как-то в прошлый раз говорил, мне хочется вот из этого какие-то истории делать, кичиться тем, что там вот угрожают, там не угрожают и так далее. Но при этом я абсолютно уверен, что попытки были со стороны режима сделать так, чтобы не было 61 депутата. Но все 61 депутат присутствовали, все решения абсолютно голосовали, и при этом все было настолько позитивно и настолько уверенно, что это, безусловно, для меня оставит навсегда неизгладимое впечатление. Мы забыли о всех каких-то предыдущих ссорах, о всем, что разделяло и сосредоточились на этой повестке дня. Это и комиссия по расследованию кражи миллиардов, которая, кстати, обнаружила, что из парламента исчезли документы комиссии Рейдмана. Есть большое количество вопросов сейчас к целому ряду товарищей. Это отставка главы СИБ, это отставка главы Центра по борьбе с коррупцией, это ряд постановлений, ряд решений, это голосование, постановление парламента о захваченном характере государства, это постановление о конституционном суде, вот он, недоверие к конституционному суду. Это и отдельные нормативные акты, и при всем я никогда не помню из предыдущего созыва, чтобы хоть раз была именно такая атмосфера. И это очень здорово, и хочется думать, что таким образом мы смогли сплотить и общество именно одной идеей. — Хочу сказать, что удалось, потому что вот общаясь, например, на улицах или там вот встречаясь с теми или иными знакомыми и незнакомыми людьми, я вижу, как у людей, знаете, такое желание чувствовать себя более свободным человеком. И абсолютно ушли, ну просто исчезли из обихода, допустим, претензий языкового характера, какие-то, может быть, действительно ориентиры в геополитическом пространстве. То есть кто-то говорит больше о сближении, там, не знаю, знаете, как политики всегда нас всех снабжали таким арсеналом, говорят, двигаемся на восток, нет, двигаемся на запад. Из обихода человеческого обычных людей уже ушло и это. Просто все говорят о том, что сегодня возможно изменить в нашей стране многое к лучшему. Ну, здесь наверняка, Станислав, не от хорошей жизни, не от того, что мы принимали какие-то неординарные решения. Это произошло естественным образом. Я бы не называл это диалегархизацией, потому что вот такого слова нет ни в русском, ни в молдавском, ни в румынском языке. Я бы назвал это просто общее желание убрать режим Плохотнюка, который подавлял всех и вся, который держал страну в абсолютном страхе. Потому что даже их активисты в территориях, ну, посмотрите, более 600 прокуроров подписало декларацию в поддержку режима Плохотнюка. Там только 20 не подписали. Подождите, а кто и где видел, читал, что прокуроры вообще имеют право подписывать политические заявления? Как они ручку могли в руки взять и что-то подписывать? Безусловно, это держали в страхе абсолютно всех, абсолютно вся. И это не просто прослушки, это давление, не выйдешь на митинг, останешься без работы. Заставляли, свозили в Кишинев как стадо газовое хозяйство, мол, телеком, почту молдавскую и так далее. И, безусловно, сплотило прежде всего желание убрать этот режим Плохотнюка, который и вот со своим ручным концовным судом просто сказал, все, я решил, парламент распустили. Нет, вот это и объединило. И в данном случае здесь не идет речь о том, что геополитика как таковая, она вдруг потеряла некую актуальность для общества. Здесь речь идет о том, что общество довели до такого отчаяния, до такой нищеты, бесправия, потому что в судебных инстанциях невозможно чего-то добиться. Невозможно людям стало просто заниматься более-менее средним даже бизнесом, я не говорю о крупном, без того, чтобы их кто-то там не курировал. Людей довели просто до отчаяния. Самое главное, довели до отчаяния стариков. Потому что абсолютно нищенская пенсия на фоне того, что они сделали с ценами, с тарифами, рост бензина, рост всего абсолютно. И поэтому в данном случае люди просто понимают, что есть вещи первичные, есть вещи, которые говорят о том, что общество должно иметь элементарные правила функционирования, должно быть уважение к судебной системе, прокурорской системе, должно быть минимально качественное образование, минимально качественный медицинский набор услуг и так далее. То есть людей объединило желание иметь хоть какую-то перспективу дома, потому что не все хотят уезжать. И я думаю, что все-таки вот это давление на депутатов, оно и позволило, оно и способствовало созданию именно такой повестки дня, именно настояния людей. И все эти месяцы выборов я, допустим, всегда говорил, что нам с блоком ОКОМ есть о чем разговаривать. И мы можем таким образом выстроить внешнюю политику. Окей, у вас хорошее отношение с Западом, у нас хорошее отношение с Востоком. Давайте используем это не в качестве силы противоречия, а в качестве того, что мы будем приносить все лучшее в Молдову и с Востока, и с Запада. Экономические отношения с Востоком, они абсолютно, никто не будет спорить с этим рынком. Это то, что может потребить все, что мы можем произвести в Молдове. Это рабочие места, это предприятия, это налоги. На Западе есть технологии, есть какие-то вещи, стандарты, которые мы можем у себя внедрять. Давайте мы говорим сегодня как минимум о ком-то моратории на эти вопросы. Давайте принесем что-то в страну для того, чтобы люди здесь элементарно могли жить. Даст Бог, мы можем поднять уровень жизни. И тогда мы можем граждан спросить, а что вы думаете, а как вы думаете. Но когда мы к этому придем, быть может изменится и региональная ситуация, и изменится политика мировых каких-то держав. Я абсолютно уверен, что при условии того, что мы выстроим именно такую политику, запустим экономику и будем приносить проекты и инвестиции с Востока и с Запада, уровень жизни в Молдове может стать выше, чем в соседней той же Румынии, не говоря уже об Украине. Я уверен, что мы можем говорить о каких-то интеграционных процессах. Я думаю, им поэтому произошла какая-то перезагрузка, перезагрузка вот этих отношений и в парламенте, и в обществе. И наша задача дать пример сегодня всей системе, наша задача избегать того, что будет каким-то образом нарушать этот хрупкий баланс. И здесь выводы должны сделать и мы, и коллеги из ЗАКОМ. То, что мы делаем, это не потому, что кто-то признал чью-то силу, а не нашу, либо мою ихнюю. Это необходимый, вынужденный и исторически обусловленный миз-альянс для того, чтобы провести какую-то повестку дня. И я абсолютно уверен, что эта повестка дня не должна ограничиваться двумя-тремя месяцами. Я всегда говорил на дебатах с блоком ОКОМ в этот период, не загоняйте сами себя в рамки. Для реализации той повестки дня, о которой мы вообще говорим, и с которой мы обоюдно согласны, это не месяц, не два, не три. Мы сейчас столкнемся с таким сопротивлением системы, что нам может и четырех лет всего мандата не хватить. Раз. Второе, мы должны заниматься и социалкой. Да, мы понимаем, что есть приоритеты и так далее, но мы должны понимать, в какой ситуации сегодня люди. Мы должны говорить и о пенсиях, и о продлении патентов. Мы должны говорить о экономических проектах, о налоговой политике. Мы должны стимулировать каким-то образом и людей, и рынок. И поэтому лично мое мнение на данном этапе, ощущение, что то, что происходит сегодня с блоком ОКОМ, это не на месяц, не на два, не на три, и думаю, даже не на год. Потому что если мы серьезно будем продолжать эту работу, то задачи надо решать совместно. Вот многие задаются вопросом, хотелось задать чуть раньше, но вот задам сейчас. Какова, на ваш взгляд, судьба лидеров Демпартии? Что их ждет? Ведь понятно, что они декларируют возврат на парламентскую площадку, но тем не менее. Суд народа, какого будет, на ваш взгляд? Я думаю, что ждет правосудие, прежде всего. И каждому по делам его. Речь не идет о том, мы, в отличие от Плохотнюка, мы не собираемся заниматься охотой на ведьм. То есть мы не говорим о какой-то тотальной иллюстрации сейчас. Речь идет о том, что мы должны разобраться с рядом вещей. Когда захватили органы правосудия, правопорядка и прокуратура. Эта вещь категорически противоречит закону, с этим надо разбираться. Парламент создал комиссию по... И первая следственная комиссия, это комиссия по расследованию банковской кражи. И поверьте, что потянется очень много всего. Потому что невозможно была банковская кража без соучастия парламента и правительства, которые изменили законодательство о Национальном банке и о финансовом рынке. Это было бы невозможно без соучастия Национального банка. Потому что Драгуцану обязан был остановить в этом миссию Национального банка. Поэтому у них зарплаты по 70-80-90 тысяч лей. Чтобы они нажимали на кнопку, останавливали это. Это было бы невозможно без судебной системы. Это было бы невозможно без крыши с прокуратуры. И так далее. Поэтому я думаю, что в данном расследовании начнут звучать имена. И речь не идет о том, что надо наказывать людей просто потому, что кто-то там шел, был депутатом или председателем района, к примеру. Есть и там достойные люди. Объясню почему. Потому что многих людей, которые действительно пользовались авторитетом в своей специальности, либо в своей функции, их заставляли писать заявление на вступление в Демпартию. Есть люди, которые прямо нам говорили, ну я вынужден, у меня семья, я хочу работать, я не могу просто по-другому, меня шантажируют. И люди-то в этом не виноваты. Виновата та система, которая заставила человека шантажом что-то писать. Я абсолютно уверен, что есть люди, и таких людей очень много, которые достойно на своем месте себя проявляли. Но те, кто занимался извлечением влияния из власти, эти люди должны ответить. Если речь идет о том, что сегодня бюджет Молдовы обязан возвращать, а бюджет это значит, что карманы всех людей, украденные миллиарды. Мы в компании говорили, к сожалению, мы не до всех достучались. Ребята, сегодня кто-то приносит вам пакет гречки. Но ведь эти люди, они вначале обокрали все население и заставили потом публичный бюджет, карманы людей, возвращать в течение 25 лет 25 миллиардов мы будем возвращать. То есть мы будем возвращать эти миллиарды с процентами. И, соответственно, банковская кража, она как минимум два раза ударила по карманам людей. А третий раз банковская кража ударила тогда, когда они же выводили деньги в валюте, в долларах, в евро, выводили их из системы. Лей пошел вниз, пенсии обесценились два раза. Вы вначале этих стариков бедных обокрали, обесценили их пенсию в два раза. То есть бабушка покупает на одну и ту же пенсию в два раза меньше сегодня продуктов и лекарств. А потом вы приходите в великие благодетели и предлагаете ей пакет гречки. И при этом еще бабушка, вы поаплодируете, выйдете еще на площадь, поддержите, скажите, ай-яй-яй, какой хороший этот парень. Он мне принес домой пакет гречки. Поэтому для того, чтобы здесь нормализовать ситуацию, эти деньги надо возвращать. И если с этой ситуацией не разобраться, то возвращать придется кому? Тем же пенсионерам. То, что за эти деньги, которые мы вынуждены из публичного бюджета выплачивать, обслуживать украденные миллиарды, за эти деньги можно было повысить пенсии, зарплаты, за эти деньги можно было делать дороги, за эти деньги можно было реабилитировать школы, больницы, создавать инфраструктуру. А нас обокрали, а кто-то при этом говорит, какая хорошая ответственная власть. А давайте стабильность в стране поддержим. Вы посмотрите эти каналы, что вытворяли Плохотнюка все эти дни. Начиная с Молдовы-1, так называемого публичного телевидения. Живущего на деньги гражданам. И заканчивая всем холдингом. Как они пугали, что мы единственные, кто обеспечим стабильность. Если не мы, то все, война, федерализация, зеленые люди, человечки и так далее. Да заодно это надо, где наша комиссия по аудиовизуалу? Заодно эту пропаганду дичайшую. Закрыли в начале телевидения, обрезали, оставили свое и пугают людей войной. Если не вы, то война? Да нет, из-за вас война, из-за вас нищета. Понимаете, поэтому здесь надо будет привлекать к правосудию, к ответственности тех людей, которые это государство вначале обворовали, а потом при помощи репрессивной машины и телевидения, этими людьми манипулируют. Потому что сегодня очень многие люди в селах не могут понять. Потому что в селах сегодня есть Молдова-1, есть Первый канал, публика ихняя. И понятно, что людям полоскают мозги, сидят эти аналитики дешевые, проплаченные до мозга костей. И каждый день пугали людей, что все, Додон, Донбасс, федерализация, зеленые человечки, все пропало. И вот они, это единственный шанс страны. Нет, ребят, вы должны за свои действия понести законную ответственность. И в том числе и многие люди, которые выполняли в данном случае роль обслуги этого режима, они должны хотя бы от общественного порицания быть подвергнуты. Влад, времени совсем не осталось, но вот все-таки хочу задать вопрос. Я так понимаю, как было объявлено, демократическая партия пойдет в оппозицию. Но будет ли это какой-то оппозиции? Ведь смотрите, тает на глазах с учетом тех вот авиабортов, которые вылетают с Кишиневского международного аэропорта. Мне кажется, их ряды тают. Пока их проплаченные аналитики занимались эти дни пропагандой и запугиванием с экранов телевидений, они вывозили деньги из страны, их боссы партийные. То есть то, что наворовано? Они жгли бумаги, они заметали следы. Пока эти аналитики пугали людей Додоном. И сфабрикованными какими-то видео, в которых ни звук, ни свет, ничего не совпадает. Что, собственно, является тоже уголовным преступлением. Видеосъемка первого лица государства. Во-первых, видеосъемка это уже нарушение закона. Но там сфабрикованные видеосъемки. И на основании этого всего целый штат, целая армия так называемых политаналитиков, которые в рапорте, в отчете Кроу фигурируют, на основании этого нагнетали истерику в обществе. Но под прикрытием их истерики в обществе за эту неделю произошло очень много преступлений. В том числе и надо сейчас разбираться со счетами госпредприятий, с которых проходили какие-то транзакции эти дни. Поэтому со всем этим надо разбираться. Но опять же, не охота на ведьм, а в соответствии с законом. Человек должен отвечать не за какие-то надуманные политические обвинения, а за конкретно содеянные вещи, за конкретно схемы, которые применялись. Это нас собирались закрыть. И мы, кстати, увидим, даст Бог в один день, те мандаты на арест, которые были выписаны в здании Генеральной прокуратуры на депутатов. А с чего они решили? У них вообще такая около юридической дискуссии, полемика была. Если Константин Суд распустил парламент, то, наверное, у них уже нет иммунитета. Ребята, закон есть. До нового парламента мы с иммунитетом. А они сидели и рассуждали вот так, понимаете. За что нас собирались закрывать? Совсем плохо знают. За то, что мы проголосовали за правительство, за то, что отправили правительство Филиппа в отставку, или за то, что мы поменяли закон о прокуратуре, отправили в отставку шефа ЧНИА и так далее. За что? Или с каких пор прокурор может закрыть рот депутату и лишить его иммунитета? Вот это политические расправы. Слава Богу, удержали их зарубежные партнеры. Потому что если бы не зарубежные партнеры, то неизвестно, какой сейчас был бы сценарий, в каких подвалах бы нас держали. Еще один вопрос. Поступает ли какая-то информация вот о партии Шора? Тоже парламентская организация пока еще. Ну, эта партия обеспечивала вот эти палатки так называемых протестующих людьми. Эта партия занималась финансированием определенных вещей в этот период. В том числе и определенные группы с Латвии и с других стран Евросоюза должны были прибыть в Молдову сегодня-завтра для участия в воскресных мероприятиях. Специально подготовленные провокаторы. Вот чем занималась эта партия? Я думаю, что в данном случае этим должны заниматься компетентные органы, начиная непосредственно с тех самых банковских дел, которым надо вернуться. И последний вопрос. Воскресный митинг. В воскресенье мы планируем марш в поддержку новой власти, легитимной власти, легитимного парламента, легитимного правительства. В понедельник, в воскресенье мы планируем общение с людьми в этом отношении. И, конечно, очень важно вам показать такое огромное количество сообщений, звонков. Я вот такой волны еще не помню. Люди, конечно, хотят как-то поучаствовать, высказаться. И вот поэтому было принято решение провести этот марш. Я думаю, что касается формата, люди получили все публичные приглашения в понедельник в 11 в сквер парламента. Но я думаю, что завтра с утра еще будут дополнительные детали по данному мероприятию. Марш в воскресенье в 11 в здании парламента. Не в здании. В сквере парламента, проезжая часть. Но завтра еще будут детали по этому мероприятию. И мы сообщим дополнительно. Конечно, мы призывали всех эти дни обязательно выйти, присоединиться, чтобы весь мир увидел. Увидел в данном случае весь молдавский народ и его отношение к новой власти. Происходящему, да. Спасибо большое. Мы сумели затронуть только часть вопросов, которые интересуют наших зрителей. Но мы с удовольствием еще вернемся к этим темам, обсуждениям. Но самое главное, в общем-то, то, что сегодня парламент работает, правительство работает. И вот буквально в эти дни, ну, в общем, наверное, наступит тот нормальный режим работы. И Республика Молдова, и их, то есть граждане Республики Молдова получат, наверное, право дышать свободно. Ведь буквально недавно в этой студии представитель партии, сегодня представитель парламента, Зина Петровна Кричановна, говорила, сейчас важно научить граждан Республики Молдова дышать свободно, чтобы они понимали, что живут уже в свободной стране. Спасибо большое вам, Станислав, спасибо большое всем телезрителям, людям, которые переживают за ситуацию. Я еще раз хочу сказать, что те перемены, которые происходят сегодня в стране, долгожданные, это исключительно заслуга людей, это исключительно заслуга всего нашего общества, которое требовало от политиков выполнить именно вот те действия, которые были выполнены. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент», у нас в гостях был председатель фракции партии социалистов в парламенте Республики Молдова Влад Батрынч. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok